Где мы сейчас находимся, куда мы идем, что дальше мы сделаем? Всем добрый день, меня зовут Василия. В целом я считаю, что мне повезло, что передо мной выступил человек, который очень компетентный от юристов, который смог ответить на вопрос по поводу законодательства нашего нового. Он сейчас все еще находится на стадии согласования. Мы получили заключение с аппаратом президента, и сейчас дальше идет работа. В целом, о том, я сейчас слушала всех спикеров и слушала Ваши вопросы. И здесь, я думаю, основная часть людей, те, кто так или иначе занимается действием цифровым майнингом или же уже как-то связанных в целом с цифровыми активами. Но мы как министерство рассматриваем не только часть для тех людей, которые занимаются этой деятельностью. Также есть 90%, даже больше 95% людей, которые не понимают данную отрасль. Это в связи с всей информацией, которую в СМИ публикуют, то есть про СНЦАП, уже все слышали. В связи с этим, последние 5-6 интервью мы давали, буквально, давали объяснение, почему так вышло. В министерстве, в целом, это те отрасли, которые мы сейчас на данный момент развиваем. Одна из индустрий – это критые индустрия. В целом, развитие сектора блокчейн и цифрового майнинга в Казахстане. На данный момент, то есть это уже всем известно, то, что мы по статистике 2021 года были на втором месте, к сожалению, на данный момент мы потеряли эти позиции в связи с тем, что были проблемы с нехваткой электроэнергии, с дефицитом. В целом, роль Казахстана в цифровом майнинге. В период 2017, в 2021 году, в Казахстане сложился один из крупнейших в мире рынков майнинга – это цифровые активы, которые часть народа испугали, открыто говоря. Секундочку, можно я отвлекусь? Это Аспар Вайберг, преподаватель, я наша студентка, в 2021, я из Российского университета. В целом, мы как министерство, мы должны рассматривать не только пользу для тех, кто занимается этой деятельностью, но и в целом, как отрасль, как она повлияет на другие сферы деятельности, которые развиваются в Казахстане. То есть, на данный момент, криткая индустрия, она развивается и дает возможность привлечения иностранного капитала, также стимулирует развитие зеленой энергетики, так как по новому законопроекту, это уже известная информация, которую уже и в СМИ опубликовали, что одним из условий будет использование ВИЭ, то есть возобновляемые источники энергии. В частности, это будут условия для майнеров при ведении деятельности. В целом, кто такие майнеры в Казахстане? Сегодня в Казахстане имеются белые и серые майнеры, это уже всем известно. К сожалению, на сегодняшний день белые майнеры тоже подвергаются такому, несут убытки в части непадки электроэнергии, а Локи Бог отсоединяет, то есть не поставляет электроэнергию, и в связи с этим компания, у них оборудование стоит, и, соответственно, они несут большие убытки. Помимо общего ценолета налогового режима, который был внесен с 2022 года, действует также дополнительный налог в размере одного тенге за 1 кВт в час. То есть это, как уже говорили ранее, это очень низкая ставка, которая на данный момент рассматривается. Есть вероятность 3, 5, 10, то есть увеличение данного налогового режима. Цель развития сектора в Казахстане, это вот те 6 основных наших целей, то есть которые мы представляем и аппарат-процедента, да, это развитие высококвалифицированных кадров на внутреннем рынке труда, то есть развитие цифрового майнинга, оно приводит не только к укреплению криптоиндустрии в Казахстане, также это повышение качества и, точнее, повышение квалификации кадров, особенно технических. Также развитие экосистемы стартапов в сфере децентрализованности экономики, также привлечения в страну иностранного капитала. В целом мы рассматриваем майнинг как особый вид деятельности, который самым наилучшим образом стимулирует развитие сектора зеленой энергетики. Также есть такая вероятность, то есть предположение от наших экспертов, что развитие блокчейна в стране, оно приведет к развитию собственных высокотехнологических производств, то есть есть аппаратура, да, оборудование, на котором в целом держится майнинг. Как и любое оборудование, оно требует и ремонт, и производство, то есть при развитии данного сектора, также это будет нести за собой также развитие производства данного оборудования, и последнее это строительство в их дата-центре. По законопроекту, скорее, мы сейчас отвечаем на огромное количество вопросов касательно именно законопроекта. Когда его утвердят, пока неизвестно. Я просто примерно предполагаю ваши вопросы. Это будет касательно налогообложения, но вначале по поводу этого вы сказали, я полностью все поддерживаю, так как все было сказано правильно, развернуто, открыто. Если есть вопросы, то я могу ответить. По поводу зеленой натистики, то как будет государство, если будут от маниров получать налоговые выплаты, соответственно, эти деньги запускают, для того, чтобы вы строили электронные электростанции, электронные электростанции, как это будет в финансовом плане? Спасибо за вопрос. В целом механизм работы, он еще не утвержденный, его еще все прорабатывают. Есть такая вероятность, что майнеры будут обеспечивать энергию себя сами, то есть за счет ВИИ. Вот КПД у зеленой энергетики очень низкая же, и развивать очень трудно. Поэтому единственный вариант это… Мощностей могут не хватить. Да, поэтому единственный вариант – атомная электроэнергия. Все. Зеленый водород. Ну, или зеленый водород, да. Что насчет зеленого водорода? Есть что-нибудь новости? К сожалению, пока точного ответа я не смогу дать, так как нам нужно утвердить сначала все это на проект о цифровых активах. То есть как это будет работать с Министерством энергетики, то есть в последнем наших переговорах там идет очень серьезная дискуссия. То есть мнения разнятся, в Министерстве энергетики у них своя позиция, которая ровно противоречит нашим. То есть мы говорим, что эту индустрию необходимо развивать, а для Министерства энергетики это очень большие убытки. То есть сейчас рассматриваются такие вопросы, как можно это правильно урегулировать, так чтобы в целом данная отрасль приносила пользу не только для развития данной индустрии, но также и бюджет. Поэтому все куда на стадии рассмотрения. Хорошо, а вот у меня следующий вопрос, Асима, можно, пожалуйста? Нам же нужно хлеба и зрелища. Вопрос такой, к примеру, сейчас мы знаем, что у нас есть обеспеченный, если не знаете, можете просто сказать, что нет, не знаю, я не специально, подковырил. Мы все знаем, что у нас есть понятие обеспеченный и не обеспеченный цифровой актив. Вот, к примеру, по логике вещей мы говорим, что не обеспеченный, понятно, биткоин, не обеспеченный, ну, ничем не обеспеченный. Берем, к примеру, тизер, USDT, да, или USDC, разницы нет, который якобы чем-то обеспеченный. Ну, у них так, по крайней мере, на сайте написано. По логике, это обеспеченный цифровой актив. Позиция министерства здесь какая? То есть вы тоже на, ну, вот, в этом направлении смотрите, или же у вас позиция другая? Почему спрашиваете? Неоднократно мы обращались на сердце за расследением. Предоставьте нам, ну, исчерпывающий ответ, что такое обеспеченный цифровой актив. Ну, то есть вы дали понятие, но не дали примеры. Мы задаем вопросы, не находим ответы. С другой стороны, мы за то, чтобы развитие сектора блокчейна, но не находим на это ответ. Еще раз повторюсь, я не для того, чтобы сейчас дискредитировать или, наоборот, сказать, что, ах, вот никто ничего не знает. Мы многие ничего не знаем. Но с этой целью мы и собираемся, чтобы поднять этот вопрос, и так, как вы представители, чтобы вы потом, ну, поехали, рассказали руководству, либо мы в прессе это осветили, и сказали, что да, об этом направлении стоит работать. То есть мы хотим услышать на этот вопрос ответ. Далее, я бы даже хотел сказать. Вот, к примеру, мы все прекрасно понимаем, ну, вот эту глупую ситуацию, когда у нас есть разрешен майнинг, но запрещен оборот криптовалюты. Спрашивается, люди в своем здравом ли умеют, когда, ну, вот, делают такую формулировку. Прекрасно ли все понимают, что неотъемлемой частью генерации новых блоков, да, есть извлечения криптовалюты. То есть, к примеру, по логике мы правильно же понимаем, что вот у нас есть майнинг в обороте, поставили, зашли в пул, хорошо, ну, получилось, что вы разгадали блок, взяли это вознаграждение. Что с этим? Да, вам достались эти активы. Потом что с этими активами? Идите в прокуратуру или там в полицию и говорите, здравствуйте, вот мои биткоины заберите, надейте на меня наручники. Как? Целый вопрос понятен, но ответа как такового еще нет. Хорошо, на какой стадии она находится? Сейчас ведутся передалоры все еще, по поводу вашего первого вопроса. Определение данных слов, оно все еще не утверждено. Вот буквально мы в пятницу сидели после заключения саппарата президента. Эти два данных слова, их все еще переходят, дают другое. Данных слов в смысле обеспечения актив или обеспечения цифровой актив? Что будет туда входить? Хорошо, спасибо. Есть еще вопрос? Это очень такой вопрос, который требуется согласованием и нацбанка, министерство энергетики, ОФЦА, НЦРЯНКО. Так электроэнергии в любом случае не хватает. Здравствуйте, можно задать вопрос к вам? Меня зовут Закир, энергетик, механика, конструктор. И имеем в своем виде маленькие мощности, а то производство именно в источниках электроэнергии. Все мы знаем, для... Майнинг это неотъемлемая маленькость всей этой работой, и она не может быть остановлена. Но в процессе работы сами и асики, и любые майнинг обороты, оборудование, они напоминают очень большое количество электричества. И когда незнающий человек, в первую очередь, сталкивается с этим, ведущий Тайвер нам сказал вначале, если вы видели, как работают эти майнинг шахты, вы понимаете, какое гигантское выделение тепла, и там очень много таких проблем. И мы вот уже со своим другом Улжасом много лет пьемся, наверное, эффективно, как бы обеспечить бесплатным электричеством, зимовым электричеством, именно вот майнинг сверху. И есть у нас уже готовые, хорошие модели, работающие, действующие генераторы, но, как ни странно, со стороны государства нет никакой помощи. Не только помощи, так же еще и запрещают работать именно с водородной техникой, с гальваническими парами. Как этот вопрос вообще можно поднять? Ну, у нас точно вопрос, на основании чего вам запретили? Ну, потому что у нас в Казахстане законодательно нельзя работать, использовать или экспериментировать с водородом. А вопрос такой, что если взять обычный механический генератор, который существует у нас сейчас, даже если у него КПД больше одной единицы, мы его не можем принять, потому что законодательно написано, что источником энергии для общества может считаться оборудованием, у которого КПД больше 300%. Но если есть оборудование больше 200%, это, оказывается, неприемлемо. А уже готовые действующие модели водородных генераторов даже никому не интересны. Спасибо. Это даже очень к теме, потому что, как у вас написано, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в Казахстане. Вам будет иначе. Это как раз в Аликосмической промышленности. Ну, давайте, Асима, я вас привычу, я за вас отвечу. Наверное, подобного рода вопросы мы будем обязательно освещать, но это будут уже, наверное, на следующей конференции. Коллеги, я хотел вам сообщить, что мы в любом случае будем расширяться, в любом случае мы будем проводить их систематически. И это ввел от того, чтобы большое количество глаз и внимание уделялось именно такому, ну, такой организации, такому вопросу. С единственной целью, чтобы получить ответы, с единственной целью, чтобы прогресс пошел. Потому что если мы будем, конечно, так сидеть в каждой корзине, ну, вот где-то там на коленке что-то пилить, создавать какой-то генератор и получать, ну, запрещающие документы на его использование, то, ну, никакому прогрессу это будет только прогресс. Поэтому я думаю, что через два месяца мы заберемся, пригласим уже представителей, наверное, председателя, зампредседателя, либо вице-министра, а может быть, даже и министра. И тогда мы кинемся на него со всеми вопросами, и не только о генераторах. Спасибо большое, Сема. Спасибо. Я хотел бы пригласить на сцену следующего спикера, это Аннет Нурваган.